Вторая партия с Десентаксисом. Посадился, как я вам рассказывал. Получаю стартовую руку из двух болтов Грумага, Стрикса. А, да, я еще досадил Стриксов, надо отметить. Значит, помимо прочего, то, что я вам сказал. Ну, Стрикс является хорошим ответом на летунов оппонента, да, и просто дополнительным существом, приносящим карту ничем не плохо. Значит, получаем стартовую руку с Ван Лендер, однако в ней есть Сплл Пирс, как ответ на Виаль, и есть Брайн Шторм, который может помочь стабилизироваться мне по мане. Спорная рука, ну, в принципе, можно ее покипать на ходе. На дрове, наверное, надо было мулиганить, потому что вот такой вот рукой сражаться, допустим, с талием оппонента, ну, совсем печально. Вот, ну, оставляю, да, дропаю фичку, передаю ему ход. На свой ход оппонент пытается предложить мне Виаль. Я нахожу вулканик, естественно, да, для того, чтобы позволить себе кастить в дальнейшем болты, говорю в Виаль Сплл Пирс. И на своем ходу, если я не подниму землю, вот я не поднимаю землю, и вынужденно говорю Брайн Шторм. Брайн Шторм, к моей радости, показывает две земли, значит, и статикастера с иголкой. Я на Табдеке оставляю иглу, вот, для того, чтобы я посмотрю по ситуации. Если сейчас будет второй Виаль, я просто буду ее дровить. Если, значит, Виаля у нас не будет, то, в принципе, можно иглу и замешать, да. Вот, на своем ходу оппонент у нас предлагает госкортер и матерю. Ну, почему бы и нет, это можно. Вот, я все-таки хочу видеть эту иглу, потому что в дальнейшем, может быть, потребуется мне затыкать обвесы какие-нибудь у оппонента. Вот, и обратите внимание, значит, поскольку у нас оппонент ошибается, или, может быть, он сидит только на этих двух землях, и он куортером не хочет пока мне ломать земли. И это позволяет мне сейчас, не размениваясь болтами с матерью рун, найти землю, поставить статикастера и сразу же убить ее, пока она в сикносе, да. Тем самым, получив преимущество 1 к 0, да, то есть 0 к 1, будет правильнее сказать, наверное, да. Вот, собственно, делаю, как я вам рассказал. Происходит второй квартер, мне ломают монобазу полностью, но у оппонента ничего нету. А, он играл еще с вортов в статикастера, да, я поднимаю стопдек и дисмембер. Ситуация печальна, потому что если оппонент сейчас поднимает третий квартер или первый вастик, то в игру я уже, наверное, больше не вернусь. Вот, может быть, иглу стоило в этой ситуации поставить на госкортер, но я здесь не стал играть от такой игры, потому что, в принципе, два уже вышло, ну и третий я не настолько ожидал от оппонента, да. Вот, у меня поднимается вастик, ставлю его, собственно, передаю ход. Оппонент у меня дропает тоже вторую моноб, передает. И вот я, наконец-таки, тапдекаю море, которое позволяет мне прокастить моего грумага, который уже солится некоторое количество времени на руке. Вот, удаляю себе земли с тем, чтобы оставить... Оставляю два печа, да, это для того, чтобы, если я тапдекнул стопкастера, у нас была какая-то дальнейшая игра. Вот, ну и плюс к этому нужно оставлять красную ману для того, чтобы была возможность покастить болт или дисмембер, в зависимости от того, что будет там сейчас ставить оппонент. Вот, значит, в конце хода это SWORD и ENLIGHTEN TUTOR от оппонента. Оппонент у нас поднимает RIP. Вот, RIP неприятен для этой колоды, конечно, но, слава богу, в отличие от других вариантов, он здесь не фатален. Вот, конечно, неприятно, потому что грумагов уже кастить он не позволяет, снапкастеров он тоже обесценивает, но, в принципе, игра из-под RIP все-таки есть. Вот, вот я тапдекаю второго сразу же грумага, RIP передает ему привет на свой ход, оппонент нам предлагает прилата, да. И я тут ничего не делаю даже, да, потому что понятно, что у меня рука очень сильно изремовывала, то есть если он затыкает первый кост, у меня есть здесь мембер на прилата, если он затыкал бы второй кост, то это вообще бы ничего не значало, ну и первый кост, ну да, то есть, прям, тоже, как бы, есть ответ везде здесь мембера, да. Ну, в конце хода я, тем не менее, должен его убивать, потому что красная мана должна быть у меня открыта, да, для дальнейших действий. Вот, я убиваю прилата, поднимаю бесполезного снабкастера, который просто мишка флэшевый, да, становится. И вот оппонент у меня поднимает Виаль, вот, а его мы, собственно, и ждем с иголкой. Оппонента две карты на руке, я поднимаю на своем ходу дисрой шамана, что позволяет мне за ход сказать как шамана, так и иглу, оставаясь на натапнутом вулканике для того, чтобы иметь возможность прибить какое-нибудь из существ оппонента. Ну, или, соответственно, на дисмембере, в зависимости от того, что у нас будет оппонент касте. Вот, мне предлагают талию, вот, я с своего хода поднимаю стрекса, и здесь зачем-то сразу убиваю оппоненту. А, ну тут все достаточно просто, сразу же убиваю талию, потому что я хочу ему побыстрее, начать проносить хиты, ведь под рипом у меня появляется только щечек в виде вот маленьких таких вот существ бесполезных с первой атакой, да, поэтому мне нужно быстрее успевать, хоть что-то сделать, пока у оппонента две карты, и он не получил хорошую бортпозицию. У оппонента четвертая земля, я же поднимаю на свой ход вастик, здесь, естественно, я буду ставить сыча после атаки. Иду в атаку, у оппонента 18, сыч. Сыч приносит мне делвера, очень хорошо, есть существа, есть ремоуэл, пока все идет очень даже здорово. И вот на своем ходу я поднимаю еще и шамана, то есть у меня сейчас вообще возможность поставить как делвера, так и шамана, достаточно сильно. Вот, набегаю робко на оппонента на два, ставлю шамана, делвера, передаю ход. На своем ходу оппонент предлагает мне большую талию. Да, талия неприятна. Вот, ну, в конце хода я ее не убиваю. Не убиваю, не убиваю, не убиваю, потому что, потому что, потому что обоснований у меня, в общем-то, нету нормальных человеческих. Делвер у меня флипается, наверное, я хотел терять хиты, вот, ну, как бы, не знаю, это была скорее ошибка, чем нет, да, вот, а в общем-то, хотел еще посмотреть, да, вот почему я ее не убивал. Я хотел посмотреть, что у меня на топдеке, и флипнется Делвер или нет, потому что от этого будет зависеть то, насколько смогу я выиграть рейс или нет. Ну, Делвер у меня флипается Дикеем, опять же, четырехцветная монобаза передает привет, Дикея я покастить пока не могу, учитывая рейп, да, вот, если бы не он, то Дикея, скорее бы всего, кастился, и снапкастер бы приносил очень много бы пользы, уже игра была бы закрыта очень быстро, но рейп подкашивает, конечно, безусловно, планы эти. Здесь я вынужденно убиваю Талию путем потери двух хитов, набегаю уже в семьи, это уже атака на шесть, и... оппонент... у меня есть еще возможность поставить флешевую мишку в конце хода, да, ну, это будет зависеть от того, что будет кастить оппонент. На самом деле, я снапкастера хочу придерживать до последнего здесь в этой партии, почему? Потому что у меня есть, как бы, есть надежда на то, что я убью Дикеем Рип, поэтому по правилам игры Рип у нас отправится в экзайл, а Дикея как раз-таки в кладбище, и в дальнейшем это позволит мне разыграть снапа за Дикеем, да, и получить преимущество по картам. Ну, вот оппонент на своем ходу предлагает мне фликер Виспа, который забирает с собой Делвера. Ну да, почему бы и нет, Делвер возвращается, не флипается, у стабдека приходит Немезис, тоже очень хороший ответ на действия оппонента. Но я буду все равно всеми продолжать атаковать, потому что под Рипом это достаточно разумно. Оппонент меняется с Делвером, все равно бы поменялся, если бы он флипнулся. Здесь я ставлю Немезиса, передаю ход. У оппонента уже 5 земель, это означает, что возможно будет Баттерскул, но нет, нету пока Баттерскул, зато совместно голосуем за то, чтобы Немезис покинул поле боя. И оппонент сразу же кастит мне ревокера. Не успели мы посмотреть, как следует на этот момент, потому что я на своем ходу поднял болт, тут же его убивают, но повторюсь, мне надо быстро закрывать игру, пока у оппонента одна карта и 7 хитов. Продолжаю его атаковать на 3 входа. Достаточно нормальный счетчик, не супер крутой, но вполне себе ощутимый. И есть еще возможность поднять ману для того, чтобы прокастить дикей. И вот когда уже у оппонента 4 хита, я уже вынужден оставлю снапкастера, здесь я уже не буду ждать, потому что если сейчас у оппонента не окажется ремовала, то это летальная атака. Вот поэтому в конце хода происходит снапкастер, на своем ходу я поднимаю еще шамана. Все у нас идут в атаку, и это приносит мне победу. Вот такой вот накал страстей, вот такая вот забавная партия, в которой была сыграна куча госткортеров, да, две штуки, и тем не менее, как бы, на какой-то кривой кобыле, несмотря на четырехцветную монобазу, все-таки эта темпа колода смогла, да, что достаточно удивительно на самом-то деле. Ну, в принципе, конечно, не могу жаловаться, здесь было достаточно много ремовала, три болта, дисмембер, статикастер был в качестве ремовала еще использован, да, вот, ну, это все привело меня, естественно, к победе. Давайте посмотрим, как будет происходить третья партия, сайдовый план я не поменял, я не возвращаю дизы, я не хочу здесь бороться с всякие сплывстейки, вот, меня вполне устраивает, значит, ответы на перманенты, в виде хейта, которые я засадил, да, ну, и, собственно, огромного количества ремовала, который и так присутствует в колоде. Давайте посмотрим, что будет в третьей.